Добрый день! Это продолжение истории о том, как я вручную выкармливаю птенца Мадина Гульда серебро с 13 дня. Вот здесь ему 13 день. Мы достали его из гнезда с пустым зобом и поняли, что надо его докармливать. Ну и вот здесь ему 35 день. Мы уже большие, пересажены в большую клетку к остальным Гульдам для адаптации и знакомства с птицами. Сначала я его по 15 минут сажала, потом по час, по два. И вот он окончательно уже переселился в большую клетку к своим собратьям. Научился кушать. Вот успешно кушает колоски. Но утром и вечером я его еще докармливаю смесью. Вот когда я подхожу, он прямо просит, я вижу, и я его кормлю. Днем уже не кормлю. Днем он сам кушает вполне успешно. И как с другими птицами. Сначала он их боялся. Он на них огрызался. Он открывал клювик и пугал их. Или если кто-то из гульдов садился рядом, он клевал. Но они тоже его, честно говоря, боялись. Ну постепенно он к ним переселился. И они привыкли. И вот уже живет больше недели. Все нормально. Никто никого не клюет. Он уже ни на кого не шипит. Так что, в общем-то, я рада. Все хорошо. Когда я подхожу, он единственное не улетает. Остальные отлетают. Опасаются, если я лезу в клетку. Не только он прилетает. Так приятно. Если он видит, что я пришла со смесью, он буквально вылетает из клетки на руку. Сейчас я его покормлю. Лапусик. Все, наелся или еще хочешь? Ему так голову подавливается. Ну да, да, мне надо поглубже ему. Наелся еще? Сейчас еще. Хорошенький какой. Да, он такой хорошенький. Смотри, какой он маму милый. Уже подросли. Мама. Хочешь кушать? Ой, мамы, что кушать бросить, бедняшечка. Мы такие сразу хорошенькие. Мы такие милые, да? Нас нельзя не любить. Нас нельзя не любить. Ой, какие у меня два земли водогладки такие. У него все милее, чем у других маленьких. Ой, какие у него милые. Отнесешь его в клеточку лапусь? Конечно. Ну, пора в клеточку. Он такой лапочка. Такой лапочек. Давай, кот нато лучше. Давай, мой маленький. Умная птичка, умная. А здесь ему 42 дня. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...